Амур-экспо-форум 2015. Приграничные города. Уникальное партнерство для бизнеса и туризма. Главное экономическое событие года. Амур-экспо-форум 2015. Десятки городов, 167 участников, тысячи товаров и услуг. Сегодня в 10 часов утра выставки был дан старт. Амурская международная выставка форум Амур-экспо-форум 2015 объявляется открытой! Амур-экспо-форум проводится уже более 20 лет. За это время он стал главной региональной площадкой не только для презентации новых товаров и технологий, но и для заключения договоров, налаживания контактов, обмена профессиональным опытом, проведения круглых столов и научных симпозиумов. С каждым годом все больше участников приезжают не только из ближних, но и из дальних регионов. И все больше становится зарубежных гостей. Потому что сотрудничество за последние годы, обе страны сильно развивали практическое сотрудничество в торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарной сферах. Мы получили очень благотворные результаты. Поэтому я думаю, что при наших совместных усилиях, наших городов, данное мероприятие будет еще известнее на территории прикраничных городов России и Китая. Приграничные города – уникальное партнерство для бизнеса и туризма. Это тема Экспо-2015 – возможности сотрудничества России и Китая. В частности, Благовещенская и Хэйхэ – суть масштабного форума. Это хорошая площадка и сегодня на ней представлены не только зарубежные наши гости, достижения наших производителей, но и порядка 10 регионов сегодня присоединились к этому важному мероприятию. Благовещенская и Хэйхэ – суть масштабного форума. А еще на выставке самое место для благотворительности и помощи. То есть можно картину купить, можно просто вам в ящик кинуть денег? Можно купить, цены у нас не установлены, и все зависит от того, сколько благотворителей завучено. Спасибо большое. У нас традиция каждый год, мы уже пятый год в Амурокс-по-форуме участвуем, и деточки из различных детских домов сами делают поделки своими руками. Сейчас они не сидят у нас в детских домах, просто сложа руки. Мы приобретаем швейные машинки, какие-то станочки для мальчиков, молоточки, какие-то специальные приспособления. Они все это делают, используют в работе, в труде своем и выставляют сюда поделочки. Беру ленту, разрезаю на такие части, потом загибаю, пришмаливаю ее зажигалкой, клею бусинку вот такую вот, потом много таких делаю штучек, а потом склеиваю весь цветочек и получается вот так. Сначала делаем, потом продаем, а потом на эти деньги покупаем ленту, зажигалки, вот это все. Увидеть и купить на Экспо можно не только хендмейд, но и настоящие произведения искусства. В Китае пальцем рисуют уже более тысячи лет, это одна из разновидностей в живописи, но правда сейчас в Китае всего несколько человек умеют рисовать пальцами. В основном художники берут кисточки и рисуют, про пальчиковую живопись позабыли. Ну и конечно же огромный пласт Амур-Экспо – это продукты от меда до мясных изделий, от воды до редких напитков. И вода, и соки, а соки есть там много процентов, примерно 50%, 80% и 100% вот это сок. И еще настойки, смотри, вот это настойки, еще чернишки тоже есть соки, и еще там тоже есть масло из облепихи. Она полезная, конечно, для людей очень хорошие помогать. Амур-Экспо-Форум будет работать и завтра с 10 утра до 6 вечера, а в половину седьмого на ТНТ расскажем, чем запомнился второй день выставки Амур-Экспо-Форум-2015. Спасибо вам.